я вас познакомлю всегда с интересными людьми и так вспоминайте пианист он же Валерий Владимирович привез ему в гости Ирина Александровича видите вот дело в том что что она смотрит мы стоим по низу уже все собрано так нас угощают челюстями а вот это все птица так я бы не стал показываться я бы сидел у меня птицы съедают процентов 80 от моих челюстей они не только они эти то не успеют которые доступности руки и те умудряются изувечить а вот что там говорить все вот это все погублено это не достанет это хоть вышку вызывай потому что это ценнейшие ягоды ценнейшее дерево смотрите дальше вот а я то с ним уже знаком и вот и в плане того что Елена Александровна я хотел показать что такое волшебник который должен знать что он волшебник смотрите вот он взял вот пианист я приучаю к этим самым я так лучше людей различаю пианист я знаком если время владимир таких в стране от 1000 а пианист один вот же сюда вот он взял никого не спрашиваю вот вот эта прививка на я проверял на это самое потому что по двое пошли отсюда не по двое а камни от водки все заразили это на вишню сибирскую штамповую а это на степную представляете и у нее получилось мало рослое дерево теперь так такие случаи редки потому что черешья обгоняет вишню степную по диаметру несколько раз и у нее у этого дерева короткие века через несколько лет он умрет ну что все в шаговой доступности и дальше перспектива Елена Александровна я говорю вам и может быть еще одному долгу я никого туда конечно кроме вас наверное возить не буду но если у совсем кого-то такого серьезного если кто-то подружится из Печеревского института смотрите вот это вот он вас угощает а на дальнем плане вот это густо 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 это есть это нормальное размножение вишни степной так то есть это готовая по двое и когда они же родственники они-то все ну конечно непрезентабельный вид вот но они все объединены одним корнем так и теперь если мы отсюда берем веточку и привая на степную вишню на любую особенно если вот на эту идет дальнейшее сближение я мы все время спорим а кстати споры прекратились я все это ушло умерло споры о том влияет ли привой на подвой влияет ли подвой на привой все умерло все нету ничего иногда я где-нибудь там вдруг раз вспыхнет спор как мне пишут там на сайтах это но тут же в грязи польют и все на этом качается а на самом то деле в это но еще одно направление помните я рассказывал что надо направление там абрикос на терн абрикос на сливу помните вот вишня черешня черешня вот и здесь это интересно до того что мы можем иметь компактные деревья почему еще потому что и степная вишня влияет на черешню делая ее менее рослой но это не одноразовая операция это направление в науке должно быть представьте себе компактная двух-трехметровая возьмите справочек вишня стыгнает два с половиной метра это средняя отбывает напишу 2 редко 3 два с половиной метра она разлаписто подражаем она сгибается получается компактная теперь представим себе что вся кровна черешня и она такая же компактная я с этим столкнулся уже на что и черешня редкость уже это еще есть птиц кормим все но вот это направление это просто находка а вам уже первый шаг сделал видите то есть здесь есть подвое есть привой вот есть эту работу продолжать а так как я уже перед этим 10 пальцев загнул значит я могу это самое вас даже пожалеть потому что невозможно столько всего так ну что интересная тема идем дальше а через это настоящая а кстати фотографии мы не делали я вас сегодня угощал брянской розовой конечно испортили ее сенцами вот она два раза мельче это ну хорошо вернем вернем а с вас слова брать потом с того света буду доставать вас ну и так как волшебники волшебник летом он выносит горшки и у него такие красивые получаются эти самые лимоны но это так это как бы ну как без таких картинок а была бы жизнь и жизнь чудо настоящее волшебное ну кто его просил он даже не знаете он натворил он не знаешь он сделал настоящий большой шаг он взял сделал но не давай себе отчет